Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня произошло событие, которое мы все в кавычках ожидали. Человек, который украл у белорусского народа возможность выбора, который сфальсифицировал волеизъявление белорусского народа, сегодня трусливо, мелко и подлинно произвел так называемую инаугурацию. Инаугурацию самого себя. Я хорошо представляю себе эту картину, когда, не имея стыда, не имея совести, человек, положив руку на Конституцию Республики Беларусь, говорил о том, что он обязуется ее соблюдать. Человек, который нарушил все мыслимые и немыслимые пункты и статьи нашего основного закона. Человек, который сегодня говорил о том, что он собирается соблюдать законы Республики Беларусь, нарушил сегодня все немыслимые законы, которые касались и выборов президента страны, и которые касались инаугурации, в соответствии с которой о ней должно было быть заявлено заранее. Люди должны это знать, и она должна была быть транслирована по телевидению и по государственному радио. Человек, который нарушил все законы, включая и статью Уголовного кодекса, которая касается незаконного захвата и удержания государственной власти. Я обращаюсь к правоохранительным органам Республики Беларусь дать правовую оценку того, что сегодня произошло. Человек, заявивший о совершении преступления в плане удержания и захвата государственной власти, неконституционного, освобождается от ответственности. Я обращаюсь к сотрудникам прокуратуры, Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел. Вы все изучали государственное право Республики Беларусь. Вы все давали клятву служить народу Республики Беларусь. Вы все давали клятву соблюдать законность в нашей стране. Сегодня вы имеете возможность дать правовую оценку того события, которое произошло. Давайте мы все вместе перекинем темную страницу нашей истории, оставив в прошлом преступления, оставив в прошлом искажения законов, несоблюдения законов, оставив в прошлом все то, что было, отнесем его просто к истории. Давайте мы вместе с вами перекинем новую страницу белорусской истории, где будет соблюдаться закон, где будет соблюдаться правопорядок. Давайте мы пойдем в ту часть белорусской истории, которая будет демократической, которая будет цивилизованной, где наши люди смогут свободно собираться и излагать свое мнение, и где сотрудники правоохранительных органов будут не бить и избивать свой народ, защищая тирана, защищая его и небольшую группку семейную и приближенных к нему людей, а где действительно любой сотрудник правоохранительных органов будет выполнять задачу, которая возложена на него в соответствии с уставом. Защищать жизнь, защищать честь и защищать достоинство каждого гражданина Республики Беларусь.